За плечами школа, а у кого-то училище или институт. Вместо учебных пар теперь у них будут военные полигоны. Автоматы в руках, а отцов и матерей заменят командиры. Это ребят не пугает совсем. Как признаются сами, от армии и не косили. Да и смысл служить всего один год. Мне страшно, и волнения особо такой нет, как я ожидал. Думал, будет страшно, и все спокойно. Нам выдали специальный сим-карт. Одну матери, одну мне, и будем говорить. А вот для девушек, которые провожают, это целая трагедия со слезами. Хотя Ольга старается сдерживать свои эмоции. Знаете, когда я была маленькая, я думаю, что парень должен пройти в армии. Но сейчас, когда забирают, то я как-то не хочется, чтобы выходила. Для будрости духа сказать напутственные слова будущим бойцам пришли и ветераны. Василий Королев отдал воинской службе 27 лет. Жизни и ни разу не пожалел об этом. Смышленно оторвитесь от папаши, от мамаши, от девчонки. Но не забывайте писать. Родителям новобранцев тоже дали слово. Единственная просьба к покупателю, так называют офицера, который сопровождает ребят до воинской части, чтобы вернулись ребята не калеками, а настоящими мужчинами. Как тут не поверить офицерскому слову? И как бы не успокаивали мать солдата, волнения все равно будут. Думаю, что нормально будет служить, потому что он сам по себе у меня мальчик неконфликтный. Поэтому, ну, надеюсь на хорошее, конечно, переживаю. И вот здесь вот аж ёкает. Все ребята, которых сегодня отправят, а это 20 новобранцев, служить будут вместе в Московской области в инженерных войсках. Так что Родина может спать спокойно. Ренат Загитов, Роман Тюкин, ТВ-центр Тула.